О том, что с Нового года вводят специальное пособие, Екатерина Пушкарева узнала буквально из первых уст. От Путина. Еще даже когда предвыборная кампания была, было такое, что 7 тысяч будут давать, у кого трое, и последующим детям. Но вот новость о том, что наш регион не вошел, меня расстроила, честно говоря, потому что 7 тысяч это реально ощутимая поддержка. Но даже нереально, но все равно ощутимая поддержка от государства. Я не буду. Ну, в любом случае, пригодились многодетные семьи. Оказалось, пособие, которого так долго ждали, будет выплачиваться только в 53 регионах России. Там, где коэффициент рождаемости ниже среднего. Бурятия к числе таких регионов не относится, поскольку имеет положительную динамику демографического развития. В связи с чем такая выплата в республике Бурятия в ближайшее время не планируется. Иначе говоря, рожаем мы и без того хорошо, поэтому, как посчитали в Москве, в дополнительной стимуляции мы не нуждаемся. Коэффициент рождаемости составил 17 рождений на 1000 населения. Но я хочу сказать, что это достаточно хороший показатель по сравнению с предыдущими годами. Но, естественно, прирост населения у нас в республике продолжается на протяжении уже 7 лет. Получается парадокс, чтобы войти в этот список, нам необходимо как-то умерить свой пыл и войти в число неблагоприятных по демографической ситуации регионов. А пока же Бурятия на 13 месте по рождаемости. Какая разница, где дети рождаются, в Бурятии или в Туле. То есть многодетная семья, она в любом случае многодетная. И она, наверное, рассчитывает на эти деньги. И в любом случае бы она сумела их применить по назначению. Санжима Немаева, Александр Хамаганов, Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова